Всем привет! С вами онлайнер, меня зовут Алексей Носов, и мы запускаем серию видео о Соединенных Штатах. Казалось бы, что здесь нового? У нас уже были видео из США, и нам много в комментариях писали, что мол, что это вы показываете, снимите настоящую Америку. Мы прислушались к комментариям и решили, что действительно было бы здорово показать Америку со своими проблемами, с плюсами и минусами. Хотел сказать, показать Америку с ее проблемами, блядь. Со своими проблемами, это значит с вашими, блядь. Сука. У нас будет 6 историй. Одна история будет про Лос-Анджелес. Лос-Анджелес это такой город, который олицетворяет собой всю американскую мечту. Если бы они рассказывали про Америку со своими проблемами, то они бы рассказывали про то, как они, блядь, чипсы лейс в картофельный суп макают на завтрак, обед и ужин. А это не со своими проблемами, а с проблемами Америки, с ее проблемами. Куда приедут, там будут в Голливуде, актерами, успешными ребятами. Но у Лос-Анджелеса есть и темная сторона. Это несбывшиеся мечты, разрушенные надежды, это преступность. Вот Лос-Анджелес, когда засирают, это я люблю, блядь. Я жил в Лос-Анджелесе, по сути, два года. Вот. Жил в хорошем районе. Я все равно насмотрелся на бомжей ебучих, блядь, на каких нищих хипарей. Ебаная быдло, блядь. Блядь, погода, блядь, жарко, блядь, смог везде. На горизонте горы должны быть, их не видно, потому что смог, блядь, город в низине находится. Блядь, про демографическую ситуацию популяционную вообще молчу. Плохие институты по всему. Город – это просто жуткий, вонючий притон. Но с другой стороны, это замечательное место для жизни. И вот эти две грани мы покажем в ближайших двух сериях. Итак, начинаем с темной стороны Лос-Анджелеса. Поехали. Если бы индейцы для вас картошку не изобрели, вы бы все загнулись в своей Беларуси, нахуй. Так что, да, да, прояви уважение, блядь. Алло, привет. Слушай, знаешь, в чем прикол? Что у нас даже, наверное, места не будет. Мы едем сейчас в Южный Централ. Давай, пока. Привет, меня зовут Кирилл Хардим. Я веду блог. Ел, бумага ходит по рукам. В деревнях и в городах. Из-за него без шум и гам. Тот там... Ммм, Калифорния, блядь. В этой палатке живет бомж, блядь. Это не шутка. Это палатка с бомжом. Кто-то взял лишь грамм. Это бумажник. В Штатах уже около 10 лет. Вообще, изначально в любом месте есть свои плюсы и свои минусы. Но конкретно здесь первая негативная черта, которая бросается в глаза, когда ты приезжаешь в Лос-Анджелес, это огромные пробки. Это просто настолько жесткий трафик, чтобы, знаешь, буквально проехать 7 или 10 миль, ты можешь 3, а то и 4 часа простоять. Когда я сюда приезжал отдыхать, я помню, что реально полотпуска я простоял в трафике. Вот мне запомнился Лос-Анджелес именно таким. Да, я на поезд опоздал, когда из России возвращался. Как раз из-за пробок в Лос-Анджелес. Ты не можешь добраться быстро с одного места в другое, тут можно торчать. Мы сегодня заезжали, часа 3. Да, 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 вы в Москве были, ребят. Так и Голливуд. Да, и город очень большой, очень растянутый. И если вы уедете в даунтаун, вас ждут там и палатки с бездомными, которых здесь, в Лос-Анджелесе, около 300 тысяч. Город ангелов. Ох уж эти ангелы, блядь. Наверное, ни в одном городе штатов нет столько бездомных. Ну да, чистой массы бездомных здесь больше, да. Но, в принципе, в глаза бросается и вот в Сан-Франциско, в Окленде тоже. Но в Лос-Анджелесе их просто дохуя. Просто потому, что, ну, типа, зимой на улице можно на асфальте лежать и не сдохнуть нахуй. И это на самом деле большая проблема. Вот этот чувак, например, принимает душу. То есть конкретно подмывается, чистит зубы. Это все происходит прямо вот так, на улице. И добро пожаловать в Лай. М-м-м, Лос-Анджелес, блядь, м-м, Голливуд. Колыбель цивилизации, блядь. Да, Калифорния, четвертая экономика планеты. Пытаются, пытаются город бороться, но тяжело. Они хотят построить жилье, финансируют программы для постройки жилья. Но проблема этих людей не сколько в жилье, сколько в их психологии. То, что они просто ничего не хотят делать, и все. Не, ну, из них где-то треть просто ебнутая на всю голову. И они в дурдоме должны сидеть, но дурдомов нет. Спасибо, Рейган, блядь. Блядь, великий, блядь, значит, чемпион консерваторов Рейган. Выпустил сумасшедших из дурдомов. Обожаю. На деле все не так. Сколько бы я, например, не общался и не пытался узнать у какого-нибудь бездомного, почему ты так живешь, почему ты не найдешь себе работу. Ведь на самом деле в Америке очень сложно остаться без еды, остаться без крыши над головой. То есть любую работу на любой бюджет ты можешь себе найти, просто если захочешь. Но эти люди, которые бездомные, они просто неадекватные. Какой канал? Мэм, ну что вы, успокойтесь. Какой канал? В какой компании ты работаешь? Я не работаю ни на каком телеканале. Все, спасибо, за свидание, не надо ничего. Либо это люди, сошедшие с ума от наркотиков, которые употребляют крэк, героин или еще что-то. Я ведейная личность, я делаю деньги своим лицом. Я зарабатываю деньги своим лицом. Эй, слышь, чувак, убери свою камеру. И вот уже таких неадекватных людей, конечно же, никто не возьмет на работу. И именно поэтому они на улице. Ну я боюсь, как бы у нас тоже был такой, у нас, наверное, такой же трафик будет, но так же будем долго. Если посчитать количество людей, то их есть, по-моему, нет. Да, примерно ноль. Но есть мексиканцы здесь. Вообще, как образуется гетто? Это же правительство, в принципе, создает такие условия, и оно сгоняет людей в гетто. В основном это происходит так. Человек освободился после тюрьмы. Ему... Ну, он не имущий, у него нет образования, его никто не берет на работу. Существуют различные программы. И, естественно, ему дают квартиру очень дешевую, в каком-нибудь таком районе. Ну и получается, что, как бы, весь криминал концентрируется приблизительно в одних районах. Это, друзья, Южный Централ в наши дни. Вот сейчас мы находимся в Южном Централе. Грубое упрощение. И ничего такого убойного и опасного мы не видим. А вот арестовали. Аблокируют улицу. Он сказал, что после того, как они закончат, он может поговорить, но сейчас он попросил нас отойти. Эй, мужик, можно задать тебе пару вопросов? Мы снимаем видео о плохих районах для YouTube-канала. Можешь рассказать нам об этом месте? Ты местный? Ты живешь здесь? Да, я живу в втором доме вниз по улице. Вчера я видел, они кого-то остановили здесь, на углу 79-й улицы. Им понадобилось три полицейских машины, чтобы остановить одного мужика с его дочерью. И он выходит из машины, у него на руках дочка и пять. И он начал пиздить ментов дочерью. Да, бывает такое. Ну, понятно, почему три полицейских вокруг него со стволами. Как будто бы он собирается на них напасть. У него, блин, дочка на руках. И он вообще ничего не делал, понимаешь? Он просто ехал на своей машине. Полицейская брутальность очевидна здесь. В общем, они говорят, мы находимся в Южном Централе. Говорят нам быть поосторожнее с этой дорогой камерой. Еще они поведали нам, что в день у них примерно 15-20 выездов, то есть связанных с криминальными какими-то активными действиями. И таких машин здесь очень много. То есть только вот у них двоим с напарником, они в день 15-20 криминальных случаев, эксцидентов у них происходят. Люди здесь прям с пушками ходят? А, да. Местные по-любому все имеют пушки. А как насчет банд, таких как Крипс, Блатс? Они все еще существуют? Да. Я являюсь частью Крипс. Я состою в Вейтрей Гэнгстер. Серьезно? Да. 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 И это не какие-то там мафиози, или какие-то там супер Дон Корлеоне, или еще Пабло Эскобары. Как правило, это люди, у которых 3-4 класса образования, которые выросли в гетто. Что ты можешь рассказать о своей банде? Чем вы в основном занимаетесь? Как вы делаете ваш бизнес? Э-э-э... Ну мы это... Э-э-э... Мы делаем деньги, мужик. Чтобы был нормальный аккаунт. Чем бы мы не занимались, мы стараемся замутить Лаве. А здесь территория Хуверс, начиная от Вермонта... До самого Бродвэя. И здесь происходит гидж. Ну, знаешь, с пушками, со стрельбой и так далее. Все относительно. Нет такого, что там прям постоянно стоят злые дядьки с пистолетами. Просто тебе может повезти, а может не повезти. Ты можешь нарваться на какую-то неприятную ситуацию. Что я знаю о бандах? В меня стреляли. Даже когда я не состоял ни в какой группировке. Да, я возвращался с вечеринки. В курсе? И вижу черная тачка хуверов. В курсе? Полностью черная тачка. Они начали шмалять в меня. Бутылка, что была в моих руках, разлетелась в дребезги. Я еле свои ноги унес. Каким образом основной электорат демократов имеет стволы, так они их не регистрируют. Просто это нелегальные стволы. Все. Это вот один случай. В основном это все в том месте, где происходит нелегальный сбыт наркотиков. То есть все, что связано с наркотиками, с плохими делами, там ты можешь встретить неприятности. И большинство из нас делают это не потому, что они просто хотят это делать, потому, что у нас нет выбора. Понимаешь, у нас нет выбора, мужик. Моя мать выгнала меня, когда мне было 17 лет. Почти без одежды. И это грустно. В курсе? Когда пацанов по 14-15 лет убивают. Потому что они понтовались в школе. То есть это нормальная вещь, что у всех здесь есть оружие, да? Да. А как легко достать пушку здесь? Ты серьезно? Я могу тебя подогнать прямо сейчас. Да не, шучу, конечно, шучу. Ну, типа можно очень быстро намутить. Прям очень быстро. А сколько это будет стоить? Ну, например, если хочу достать нормальную пушку. Это зависит от того, сколько ты готов потратить. От 150 до 500 долларов ты можешь себе купить нормальный пистолет. Это все зависит от твоего кошелька. Это все зависит от твоего кошелька. Ты знаешь, что ты хочешь? Ты знаешь, что ты хочешь? I don't see some f***ing stab wounds. Ты делаешь стрит-файт, или ты get robbed? I got stitches, I got stitches in my head, bro. I got all kinds of s***, bro. I got stab wounds in my back. в моем понимании как бы я не знаю путешествовал много и много где был в моем понимании наверно в любом городе есть хорошие районы есть и плохие районы лос-анджелес это самый дорогой город в сша это сто процентов среднем чтобы жить в лос-анджелесе нужно где-то три тысячи долларов в месяц а в этом городе 12 миллионов человек если я не ошибаюсь здесь нельзя быть однозначно но собственно это одна сторона лос-анджелес которую мы посмотрели это не какой-то отборный материал который мы специально искали долго-долго мы просто два дня погуляли по городу нашли таких историй но это всего лишь одна сторона лос-анджелеса на самом деле многие люди отмечают что это прекрасный город и следующем видео мы поговорим как раз таки о том что хорошего есть лос-анджелесе поэтому подписывайтесь на канал ждите следующее тоже самое кончик пока а сейчас танцуем а сейчас танцуем а сейчас не платить не платить не деньги